СВЯТОЙ ТРОИЦЕ Мы что говорим, когда говорим о Святой Троице? Отец – вечно существующий и нерождённый. Сын рождается. Святой Дух исходит от Отца. В отношении человека мы видим то же самое. Ум, который существует и мыслит. Слово или мысль рождается этим умом, и оно неразлучно от ума. И, наконец, Дух, или, если хотите, совесть, которая присуща каждому человеку. У каждого Дух свой. Кто-то мыслит – это Дух Добра, стремление к истине, к святости. Да, а у другого, напротив, Дух просто весь помрачён, и его устремление к жизни касается таких вещей, о которых даже и говорить не хочется. Это вот то, что касается структуры природы человека. Но можно говорить об образе Божьем и с другой стороны. Кто есть Бог по христианскому учению? Мы сказали – Троице. Три и один. Чему это учение нас научает? Три – есть одно. Когда это возможно? Это возможно только тогда, когда мы видим здесь абсолютную любовь. Это абсолютная любовь и делает три одним. Так что мы и говорим – Троица единосущная, но с тремя ипостасями. Это единосущие осуществляется чем? Именно любовью. Так вот, апостол Иоанн Богослов и пишет, что Бог есть любовь. Причём повторяет это неоднократно. Прямо обращаю внимание. Не у Бога есть любовь, а сам Бог есть любовь. А любовь – это уже что такое? Это какая категория? Это категория духовного порядка. Это категория личного порядка. Поэтому, если говорить об образе Божьем в человеке, то, с одной стороны, это образ Святой Троицы – ум, мысль, дух. Другой стороны – это любовь. Вот что характеризует человека. Причём такая любовь, которая не знает никакая другая тварь, как выражается в старом русском языке. То есть никакое другое творение. Все другие творения имеют совершенно другую любовь. Там инстинкт руководит. Здесь нет. Здесь нечто другое совсем. Когда любовь подразумевает такую жертвенность, которая готова отдать саму жизнь свою за другого человека. Итак, образ Божий, видите, вот с двух сторон. Если мы попытаемся посмотреть, то, с одной стороны, структура природы, с другой стороны, вот это нравственное, духовное содержание, которое присутствует как семя в каждом человеке. В каждом человеке это есть, это зерно. Но уже от человека зависит, даст он развитие этому семени любви в себе или заглушит его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова